Дневной разворот Ну, нехорошо, но, увы, проблема есть И от нее не уйти А еще сегодня, ровно 8 лет назад Именно в этот день Наша небольшая, сплоченная Дружная и гордая редакция Начала свою работу Проще говоря, у нас сегодня день рождения 13 ноября 2010 года Обещание на частоте 101.0 Началось именно из этой редакции Из этой студии Так что мы поздравляем, конечно же, наших слушателей Мы вместе делаем радио Поздравляем наших слушателей Поздравляем наших гостей, спикеров Поздравляем наших глубоко уважаемых партнеров Тех, которые размещают информацию о себе На нашей радиостанции Одно замечание хочу сразу же сделать Сразу же обратиться к тем людям Которые, возможно, ждут приглашения на нашу радиостанцию Ну, вот что-то им мешает Может быть, даже немножко обижаются Почему их не приглашают Не ждите Современное информационное общество Оно уже не предполагает, по-моему, этих ожиданий Когда же пригласят Вы звоните сами Пишите Мы доступны Огромное количество каналов Есть что сказать Пожалуйста, милости просим Обсудим Да, давай каналы сразу назовем Во-первых, 201-101 номер телефона редакции Но сегодня прямой эфир Мы без звонков делаем У нас дневной разворот А звонки мы принимаем в программе «Урбан» И в программе «Разворот со слушателями» 211-101, тем не менее, с вашими предложениями, да, конкретными Кроме того, у нас есть группа в Фейсбуке, группа ВКонтакте Пожалуйста, там свои комментарии оставляйте И на сайте есть срочка связи с редакцией И вы тоже можете там оставить свои предложения Кроме того, наши личные странички, да? В Фейсбуке, ВКонтакте и так далее Можно именно туда обращаться Просто я, ну, не слишком часто, но иногда слышу Вот идешь человек знакомый, да, известный человек идет Как дела? Здравствуйте, все нормально А вот меня вы не понравились Нет, там, приглашайте И вот я всегда отвечаю Вы сводните, приходите с вами Конечно, дайте нам повод Конечно, мы вместе делаем радио Верно, вот Сергей Николаевич Улетин все время нам дает поводы Для того, чтобы мы его приглашали И на этой неделе мы с ним встретимся аж два раза Сегодня первый раз, в четверг, во второй раз Сегодня мы встречаемся Добрый день, Сергей Николаевич Добрый день Сегодня мы подводим итоги работы Центра общественного контроля в сфере ЖКХ И поймем, чем планирует новый состав заняться В общественной палате Но прежде всего мне бы хотелось оттолкнуться Все-таки от горячей темы Вы 8 числа провели проверку Нескольких сразу домов По которым проводятся Или завершены уже работы по капитальному ремонту И из первых же строк мы понимаем Что не просто не все так сладко А вообще не очень хорошо В частности, я приведу пример В первом же доме, который был вами осмотрен На Герцена 64 19 октября должны были быть завершены работы По капитальному ремонту лифтов Всех подъездов дома И обойдя все подъезды Вы не обнаружили информационных табличек Заветными словами, я цитирую В вашем доме приходит капитальный ремонт Даже несмотря на то, что договор С подрядной организацией Фонд капитального ремонта Общего имущества многоквартирных домов Кировской области Заключил еще в июне этого года договор К работам, по словам старшего по дому До настоящего времени Никто даже не собирался приступать И по другим домам тоже Не очень впечатляющая ситуация Вернее, она впечатляющая со знаком минус Что за безобразие? Мы про капремонт говорим сейчас очень много У нас огромные остатки денег Мы тут когда встречались с ГФИ Владимиром Климовым С Владимиром Климовым Да, по капремонту Как раз после координационного совещания Где вы были, Сергей Николаевич Тоже свои замечания вносили Понимаем, что огромные запасы денег А к ремонту даже не приступали Как вообще это стыкуется? У меня в голове никак не умещается Вместе, в одну строчку Смотрите, вот Сразу от обобщения Я просто хочу уйти Мы выехали на несколько домов Если Герцена это показательный пример Как не хорошо То Карл Марса 20 Это показательный пример того Как может быть сделано хорошо Поэтому есть хорошие примеры Мы тоже про них хотим говорить Потому что их надо тоже показывать А по Герцена, да, согласен Ситуация, причем она еще Более плохая, потому что На самом деле эти лифты должны были Сделаны быть в 2017 году В 2017 году Проторговали, сделали проекты Жителям пообещали Что в крайнем случае В крайнем случае В апреле Лифты будут стоять Мы приехали, лифтов нет А в 2017 там что Срок эксплуатации подходил? Нет, они же были в программе Поэтому там Согласно областной программе У них были сроки Проторгованы были только проекты По какой причине лифты Не были поставлены Сейчас уже вопрос второй Но, скорее всего, не проторговались Потому что мы видим Что контракт заключен был Только в этом году Но, тем не менее Назначены были сроки По окончании этих сроков Ничего сделано не было Все правильно там в новости Кстати, совершенно потрясающее Старшая по дому Мы попросились Людмилу Ситникова Да, мы попросились Не только на допуск лифта Убедиться, что ничего не сделано Мы потом просто пошли По нескольким подъездам Шикарно Вот в маленьких домах В новых домах Нет такого ремонта Вот Это показательный пример Мы всегда же У нас, да У нас есть такие шаблоны Мы говорим О, да что может быть В Ленинской управляющей компании Дом обслуживает Ленинская управляющая компания Старшая по дому Взяла все в свои руки Поэтому в дом Приятно заходить То есть вот Свежая побелка Покраска чистенькая Это имеется ввиду Нет, не побелка Нет, не покраска Плитка А, плитка Плитка Подъезды выложены плиткой Просто красота Вот Сходите Сходите Это образец того Как работает Совет дома И активная местная комьюнити Да Абсолютно верно Абсолютно верно Удивительно Причем даже лавочки Вот которые У входа в дом Они сделаны Террасной доской То есть это тоже Вещь достаточно дорогая Но зато надежная У нас классно Очень получилось У моих родителей В доме на Кирпичной 16 Там новая Управляющая компания За которую долго бились И с ее приходом Стала кардинально Меняться ситуация Подъезды Сделали тоже Лавочки Чище стало Запланировали Как раз И парковочные пространства Объединяя Объединяя соседей И на следующий год Как раз смену лифтов В которые правда Тоже страшно заходить Каждый раз Мы с ребенком заходим И боимся Но Очень забавно В соседнем подъезде Не очень благополучный Все таки район Кирпичная До сих пор И там все время Собирались Такие Дядечки Которые любят выпить На лавочке На новой сидели И вот приехал сосед Который вахтовым методом Работает И они его так достали Что он вышел с бензопилой И просто спилил лавку Ну это вечно Мужской поступок Такой Вот такая история Тоже бывает Это к тому Как Какие еще нюансы Возникают там в работе Вот здесь вот Недостатка работы Управляющей компании Не видно А вот Недостаток работы С своими соседями Самих же Да Вот жильцов Виден Абсолютно Вы сказали Сергей Николаевич Что второй вопрос Почему не были поставлены Лифты У меня то он был первый Все таки Почему лифты не поставляются Почему они не монтируются На самом деле У нас был составлен Определенный график поездки Но когда мы увидели Что работы просто не сделаны Мы начали интересоваться Что собственно происходит И попросились Ну вы нам хотя бы Один объект покажите Где действительно Работа есть Мы поехали Вы это в смысле Фонд капитального ремонта Или кто Мы попросили Фонд капитального ремонта Это же мероприятие Проходило в рамках Центра общественного контроля Мы традиционно Эти выезды делаем Поэтому в очередной раз Поехали У нас был свой маршрут Мы говорим Ну если не сделано здесь Если вы нам говорите Что в нормативной сроке До конца года Вы это сделаете Если у вас примерно 90 лифтов есть По первому договору То давайте хотя бы Посмотрим что сделано Где установлены лифты Да 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 Мы поехали На улицу Воровского И действительно там Работы происходят Воровского в 99а Да В новости говорится Это недалеко от Кафе Агата Там домик стоит Ближе к хлебозаводскому Проезду Воровского Действительно лифты есть Действительно работы идут Работают не кировские Работают пермики И они сказали Что у них примерно 20 бригад Мы примерно Примерно посчитали Спросили производительность Одной бригады Количество лифтов Которое Вот сейчас говорят 18 лифтов монтируют Есть ли те цифры Которые нам назвали По срокам работ Переложить на количество Лифтов Которые надо сделать То вот на тоненького Вот если никаких Сбоев не будет Если все будет на месте То до конца нового года Теоретически успеть могут Но мы же знаем Что жизнь она подкидывает Обычно До конца нового или этого 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 18-го Да До начала нового года Полтора месяца Теоретически Если вот так вот С бумажкой Посчитать То вроде попадаем Если бумажку отложить И понять Что жизнь она сложнее Чем бумажка Но сбой скорее всего будет Сомнения есть Есть Так все таки с лифтами что Не хватает подрядчиков Или не хватает лифтов Потому что деньги Как мы знаем Есть И с запасом По крайней мере Нам сказали Что был сбой По поставке лифтов Лифты пришли Первая партия Кто поставщик По моему Удмуртия Заявлялась Слушайте Удмуртский завод Ижевский На том лифте На котором А слушайте На лифте Были штампы высоты Это похоже Подрядчик Суяти Поставил Не готов Высота Это Авиатские поляны Бромпарк Да Где у нас Производят лифты Абсолютно верно Ну вы мне говорили До эфира Что в стране Оказывается напряженка С лифтами вообще Так ведь Любая программа Нацеленная На какие-то Вещи Сразу Мобилизует Все ресурсы И когда была Программа Дороги России Например Кировская область Не могла Купить на Урале Щебень Потому что Он срочно Понадобился И все никак не может Судя по всему Конечно С лифтами Точно такая же ситуация Программу ввели А мощности Не подтянулись До сих пор А ведь программа С 2014 года Работает За 4 года Не смогли Производство лифтов Наладить Слушайте Поэтому у нас Есть надежда Что то что нам Обещали на бумаге Будет реализовано Но еще раз говорю Что настолько Надо упереться И следить за Каждый день Мониторить процесс Что Одно Здесь Прости пожалуйста Я просто тогда Добью эту тему Здесь надо просто Домам Которые Ожидают Что в следующем году У них будут поставлены Лифты Заменены лифты Будьте очень внимательны Старайтесь контролировать Этот процесс На всех его этапах У меня сейчас вопрос Насколько безопасно Пользоваться Вот этими Незамененными Старыми лифтами Опасно Написано И пресс-релиз От общественной палаты От центра контроля Прямо говорит На свой страх и риск На свой страх и риск Люди Люди пользуются Этими лифтами Ну вот что касается Действительно Положительного примера На Карла Маркса 20 Вы пишете Что вас порадовало То как проводится Там ремонт фасада Подвала И фундамента Участники встречи В ходе осмотра дома Оценили оригинальность Цветового решения Я боюсь Даже представить Насколько оно оригинально Наш город Оригинальностью За последние десятилетия Особенно пятилетия Выделялся Знаменитый Поросячий розовый цвет Знаменитый Вырви глаз Желтый цвет Которым вымазали Вот не выкрасили А вымазали Центральные дома Не говоря уже Там каких-то маленьких Еще такой Еще такой Ядовито-вишневый цвет Или малиновый Не знаю какой А здесь какое цветовое решение Вырви глаз Желтый Отлично Ну смотрите еще раз Все те же поставки От того же Наверное поставщика краски Ну что Кто это все Поставляет Я ж не договорил Во-первых Здание всегда было желтое Во-вторых Оно было желто-белое Там есть Фасад неровный Он с элементами декора И этот декор Сохранили Он как был белым выкрашен Так белым и выкрашен И надо признаться Выглядит неплохо Вот оно такое было Вот этот Кусочек архитектуры Его сохранили И это здорово Слава Богу Хоть это Карловарк С-20 Это практически напротив Дворца бракосочетания Да И там Очень сложное решение Мы на самом деле Сергей Николаевич Давайте найдем Поставщика Поросячьего Розового И вырыв глаз Желтого Наконец-то Он на протяжении Нескольких лет В город поставляет Огромные объемы краски У меня есть подозрения Правда Я такой вопрос Владимиру Васильевичу Быкову Задавала Как-то он у нас Приходил Будучи еще Мэром города Он не сказал Что не знаю Но Посмотрите Сколько фасадов Покрылось Этой краской Все возмещаются А поставщика До сих пор Не знаем А какой цвет нужен Вот это У нас Вся палитра цветов Департаментом Архитектуры Города Кирова Разработана И все рекомендации Есть После того Как их смешивать И они вообще Никак не учитываются Об этом нам Департамент архитектуры Много раз говорил Не какой цвет Надо А какие цвета Присвоены Городу Кирову И это очень важно Если мы не соблюдаем Правила Соответственно Каждый делает Что хочет И здесь Очень большое поле Для такого дела Как коррупция Возникает Я никого сейчас Конечно не обвиняю Не говорю Что это коррупция Но меня напрягает Что на протяжении Многих лет Одна и та же краска А еще такая есть Страшная Неонова Бирюзовая Которая даже Детские садики И школы Вымазывают Дети жалуются На то Что глаза болят Глядя на их Садики и школы И все время Одно и то же Поставляется Вот есть подозрения Все таки Слушайте Не знаю Насчет подозрений Но точная история Которую Осберитесь Комиссию По контролю Вот точно обещаю Что на ближайшем заседании Совета фонда Я наверное Согласований проектов Связанных с Капитальным ремонтом фасадов С архитектурой И с цветом Мы будем благодарны Потому что Ирина Васильевна Рубцова Показывала все эти раскладки Они очень приличные Очень взгляд тешат А вот то что мы здесь видим Это конечно Кошмар и ужас Сергей Улитин Руководитель Центра общественного контроля В сфере ЖКХ Напомню что Центр работает В виде комиссии При общественной палате Кировской области Небольшая пауза Мы скоро продолжим Сергей Улитин Руководитель Центра общественного контроля В сфере ЖКХ Комиссия при общественной палате Кировской области Это у нас в студии Мы привели примеры Несколько примеров Всего не все Из последнего рейда комиссии По домам Где члены комиссии Смотрели результаты работы Фонда капремонта Отметили недостатки И положительные моменты И сейчас мы давайте Пройдемся по всему году В целом Чем занимался Центр общественного контроля На что обращали Особое внимание Каковы итоги работы Ну в целом Напомню Центр работает С 2013 года Да Сергей Николаевич Север С 2013 года С июня С июня месяца Мы напоминаем Что недавно Третий состав ОПКО Передал полномочия Четвертому составу В связи с этим Сергей Николаевич Остается В главе комиссии Да 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 Вы оставите У нас уже все Главы комиссии определены Сейчас мы будем собираться В главе центра У вас сейчас тоже Какие-то орг моменты По включению новых членов Нет в центр Вот какие-то преобразования Тут должны быть На самом деле Состоялся Состоялся сбор заявок По участию В тех или иных комиссиях В общественной палате Ближайшее заседание Будет посвящено В том числе Утверждению Заместителя Комиссии Я могу сказать Что в состав Центра общественного контроля Из общественной палаты Вошли Белеснев Роман Александрович Колесникова Ольга Сергеевна Капырина Марина Николаевна Крысов Владислав Владимирович Пырлок Денис Юрьевич Ребенко Виктор Николаевич Сметанин Евгений Васильевич И Улетин Сергей Николаевич Но мы никогда В своей деятельности За все созывы Не ограничивались Только списком членов Общественной палаты И мы очень надеемся Что традиционно У нас Примут активное участие И Сечихин Константин И В общем-то Александр Владимирович Булдаков Мы надеемся Что Холкин Олег Михайлович В качестве эксперта Войдет к нам Потому что Очень интересные Идельные комментарии В том числе По нормативным актам Он нам делал Давайте еще подскажем Все-таки Нашим горожанам Что заседания Комиссии Практически Никогда не бывают Закрытыми И вы можете Заходить на сайт Общественной палаты Кировской области Обко 43 Даже просто Обко наберете И вы сразу Выйдете на наш сайт И вот где Анонсы справа Вот например Сегодня Комиссия По общественному контролю Экспертизе И этике И регламенту 16.30 Заседает Завтра Комиссия В которую я Вхожу Комиссия По экологии И природопользованию 15 числа Комиссия По образованию Науки Культуре И делам молодежи Вот если вы Кликнете На этот анонс Там есть форма Заявки Хочу поучаствовать Вы просто можете Вписать себя И спокойно прийти Поучаствовать В заседании Комиссии Послушать О чем там речь идет Своё мнение Высказать В конце концов Это можно Сделать Каждому человеку Здравомыслящим Здравомыслящим Если вам Пользоваться Проще Группой Вконтакте Вконтакте Имею ввиду Сервисом То группа Существует Центр общественного Контур И в фейсбуке Мне кажется Что у любой Комиссии Вот такие Активные Дельные И компетентные Самые главные Жители Города И регионы Всегда только в пользу Да У нас постоянно Мы и рассылку делаем И Валерий Семенщев Это старший По дому Ленина 20 Активно у нас Принимает участие Еще круг Участников Которые мы Всегда додим информацию И приглашаем На свои заседания Давайте мы Все таки Вернемся К результатам работы Комиссии За 2018 Год На что Обращали внимание И какие Там можно Серьезные Пункты Результаты Деятельности Отметить Может быть Не за 2018 А за последний Созыв За весь Созыв Отчитывались Хорошо Давайте Скорее Вот это Поколение В чем мерить У нас есть Поколение Членов Общественной Палаты В чем мерить Будем Если в количестве Обращений Граждан То По состоянию На 18 Сентября 2018 Года 3480 Это время Обращений Граждан Из них 1981 По горячим Линиям Если в заседаниях Мерить будем То это 33 заседания Комиссии Центра общественного контроля Пока по цифрам Пробежимся Потом посмотрим Если по круглым Столам Которые Были посвящены Каким-то Конкретным Тематическим Вопросам Это Один из Круглых Столов Если По Семинарам Для Старших Советов Многоквартирных Домов Для активных Жителей Да То здесь 72 Семинара Количество Слушателей Которые Поучаствовали Ориентировочно 1300 Размещено Полезных Методических Материалов И информации На сайте Центра общественного Контроля 562 Материала В текущем Периоде Ну Это уж Из доклада Что называется Деятельность Центра Была освещена Средствами Массовой информации До 1275 Раз Провели 6 уроков В 10 Классах По Тоже По вопросам ЖКХ Организовали Этап Чемпионата По компьютерной Игры ЖК Чистый город На базе Колледжа Промышленности Автомобильного Транспорта 11 выездов По программе Контроля За переселением Граждан Проживающих На территории Из аварийного Жилищного Фонда Несколько Выездов Там Порядка 20 было По программе Капитального Ремонта Общего имущества Это не только Город Киров Это мы традиционно Ездим В том числе И в районы Ну да Не надо забывать Что центр Он работает на весь регион Не только Областной Центр Участвовали И в том числе Влияли на Структуру Рейтинг Управляющих Организаций Тоже там Отдельная история Да Вот это Классная история Надо будет ее Разобрать Отдельным эфиром Рейтинг Управляющих Дискретность Изменить На полугодовые Хотя бы Периодичность Раз в полгода Вот Ну понятно Что соцсети Мы немножечко Потихонечку Привлекаем Может быть Не очень радуют нас Некоторые вещи Связанные с Активностью Жителей Голосования По Рейтингу Управляющей Компании Может быть Не так известны Странички Мы тут Мозговый штурм Сделали Займемся Продвижением Этих страничек Сергей Николаевич Ну это все просто Надо платить просто Мы же понимаем А поскольку Заплатил И все Раскрутили Ну на самом деле Не совсем согласен Заплатить то можно Сдуру то можно Что угодно сделать Но если материал Будет неинтересный Ну люди один раз зайдут А потом уже понимаешь Что это реклама Все равно С него сходить Хотя мне кажется Что вот Я еще раз тут сел Посмотрел Те материалы Которые в соцсетях Ну мне кажется Они во первых целевые Во вторых интересные Вот я смотрю У вас на странице ВКонтакте В настоящее время Размещенном Опрос Знаете ли вы Когда в вашем доме Будет проходить Капитальный ремонт Я голосую Да я знаю Я знаю Что у меня в 22 году Слушайте Это мои результаты опроса Что ты слышал от соседей Но точных сроков Не знаю Самый распространенный ответ Это мы на самом деле Готовимся У нас будет так-то да Когда Снова Да Когда Я впервые слышу Он как раз будет По капитальному ремонту И мы уже Начали потихонечку К этому готовиться Начали опросы В соцсетях Я думаю Что мы еще привлечем волонтеров И поставим В каких-то точках Нам интересно Вообще понимание Вот наша задача Понять К этому моменту А насколько люди Вовлечены в процесс По капремонту Потому что Фонд говорит Так мы же сделали Все что возможно Вовлечены в процесс Что вы имеете ввиду Платят ли они Оплачивают ли это квитанции Вы знаете У нас закончилась Первая волна Когда все платили Все этому возмущались А сейчас люди забыли Вот это точно Такая же история Когда В прошлом году Всем долбили 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 Что мы переходим С одной двенадцатой На одну восьмую И поэтому вопросов Было немного По отоплению Напомню По отоплению Да То сейчас горячая линия И люди звонят Там Не большая Часть звонков Но часть звонков попалась А что это мы заплатили За сентябрь Им говорят Так одна восьмая Вы все лето не платили У вас нет прибора учета А да Точно мы забыли То есть вот это вот Фонд капремонта Так же стал привычный А поэтому люди Говорят Ну да Что-то там где-то слышали Платим А когда у вас Собственно А у вас когда У меня когда Капремонт Конечно Я же ответил сейчас Двадцать второй год Двадцать второй год А что будет делать Я проголосовал Я знаю что У нас У нас фасад и крыша Насколько я помню Вот я думаю Что цвет уже будет согласен Я периодически просто захожу На сайт капремонта Нашего фонда Просто вбиваешь адрес И видишь Виды работы Сроки Ну к сожалению Это не совпадает Не совпадает Ну вы же видите Что в основном Люди что-то где-то слышали Но где что и как Не-не-не Я и говорю В основном Что-то слышал от соседей Но точных сроков Не знаю А это надо делать Тем более Что они все открыты Эти данные И можно посмотреть И даже повлиять На эти даты Потому что Вот наш дом Сейчас пытается На протяжении многих лет Продвинуться По программе капремонта Поближе Потому что его сдали С нарушениями С текущей крышей И трещинок в фасадах Ну вот в стенах вообще И конечно До 36-го года То есть я уже Три раза ремонт делала И просто все гниет И плесенью покрывается Очевидно совершенно Что время постройки дома И сдачи Совершенно никак не коррекируется К состояниям этого дома И здесь только жильцы Могут повлиять Вместе с управляющей компанией Если она есть Так ведь Сергей Николаевич Однозначно Приверемся сейчас На полторы минуты У нас рекламы Продолжим нашу беседу С руководителем Центра общественного контроля В сфере ЖКХ Общественной палаты Кировской области Сергеем Улитиным Продолжаем наше общение К сожалению Время не так много остается А можно я вот Давайте сразу зарядим Сейчас какой-то конкретный Пока Подождите Пока от управляющих Далеко не ушли Я скажу Что на сайте Общественной палаты Кировской области Есть плашка Слева Рейтинг управляющих компаний Как не посмотришь Так у нас прямо с десятки Супер классных Управляющих компаний Все у них по 4 И по 5 звезд Ну вот просто Остающих очень мало У меня конечно Это тоже вызывает подозрения Но про рейтинг Мы обещали Что отдельно поговорим Когда по итогам года Будем подводить Значит какие-то результаты Когда появится свежий Да Но я хочу сказать Что вот Коммуникации Со своими управляющими Компаниями Это тоже дело рук каждого Я тут уже в эфире И на своей страничке В фейсбуке Публиковала историю С мусорной площадкой На Володарского 46 Это улица Володарского Где стоит дом-музей Имени Грина И там же находится Корпус Святской гуманитарной гимназии И ребята Вот когда начался Вот этот мусорный Кошмар У нас Вот эта площадка Она вся была С крышей Завалена мусором Крысами И воронами И через все это дело Дети шли в школу Вот я в первый раз Тогда звонила в город Лично Вячеславу Николаевичу Симакову И мы с ним прямо Вот я не знаю Он за счет Собственных средств Вот это все выводил Прошел месяц Второй раз Такая же история Около школы Я вышла Сергей Николаевич И поговорила с людьми Которые несли туда мусор И прямо складывали Опять же Под крики ворон Это все Одна женщина сказала Я вообще живу Не в этих домах Я там рядом шла Второй парень сказал Я редко бываю В своем доме Я не знаю Какая у нас Управляющая компания Еще я сделала вывод Что жители По сути Они вообще ни разу Не звонили И ничего не сделали Чтобы у них Привели в порядок площадку Кроме того Эта площадка стоит На проезжей части Очень многие машины Там выбрасывают Тоже рядом Прям выбрасывают Машины разные Красивые И всякие Богатые И разные Но в этом квартале Вот завернешь На соседнюю улицу Есть 4 контейнера Абсолютно пустых В это время Еще повернешь налево Снова 4 контейнера Тоже пустых С чистой площадкой Но туда не несут И я разбиралась На прошлой неделе И разговаривала И выяснила Что площадку Обслуживают Три управляющие компании Вот прям сама Это сделала Лепси-Уют Апрель И городской Жилищный комплекс Я им звонила И они говорили Что они не могут Между собой договориться Кто же будет Обслуживать Вот одна компания Предлагала другим Заключить договор На бумаге И установить график Помесячно Как они будут выводить Другие не соглашались Одна из этих компаний Вообще открещивалась От этой площадки Говорила Да не может быть У нас там один дом Да мы не уверены Хотя в КДУ Они подали сведения Что это их площадка Ничего не делают Вы понимаете Но на следующий день Лепси-Уют Компания Которая сразу Пошла навстречу Она все вывезла И сегодня я вижу Снова вывозят Это вот в течение недели Это компания Я просто хочу сказать Это сколько накопилось Что все вывозят Володь Там кошмар вообще был И самое это ужасное Что люди бросают И бросают Не удосужився Примасходить Может быть Соседнюю там площадку Может быть Она даже им принадлежит Просто так потоки Направлены Магазин пятерочка Там еще что-то Что идут Именно через эту площадку Больше всего накапливается И я просто хочу сказать Жителям Вот вы знаете Вот этот пример Мне показал Что мы конечно ругаемся Ругаемся Тупаем ногами Но давайте все-таки Контролировать Да И свои управляющие компании И перекладывать Какие-то собственные усилия Хотя бы звонить Потому что У меня все это заняло Буквально минут 15-20 Притом что я не говорила Что мы тут сейчас будем Публиковать Что-то там кричать Я просто говорила Как мама ребенка Которая ходит туда Поговорив с одними И с другими Выяснив ситуацию Пожалуйста Сделайте то же самое Если у вас какая-то Такая проблема есть Так все Это я к чему говорю К тому что Активность нужно проявлять То количество семинаров 72 Которые провел Центр общественного контроля В сфере ЖКХ И эти открытые заседания И возможность участвовать Даже в выездах По контролю Это все делается для вас Для того чтобы Поднималась ваша грамотность Ваша гражданская позиция Укреплялась Чтобы вы управляли Своими квартирами Своими подъездами Своими домами Дворами Они вами управляли Как хотели Недобросовестные люди Правильно Сергей Николаевич Абсолютно верно И эти вот Почти 2000 обращений Которые были Не по горячим линиям Ведь у нас модель Такая Когда к нам обращаются Люди Мы это сразу договорились Что мы Принимаем обращение В любом случае А дальше Если мы сразу готовы То говорим Что в вашем случае Вы поступаете правильно Или надо поступать Так-то Это тоже определенная Просредительская функция Которую мы несем Мы людям сразу Рассказываем Как в следующий раз Поступать в подобной ситуации Как правильно поступать У нас же как У нас две крайности Или мы никуда не звоним И не пишем Или сразу президенту И только небольшой слой Подготовленных Собственников Он понимает Что сперва Надо написать В управляющую компанию Если она не исполнит Тогда мы привлечем В жилищную инспекцию Если там То в прокуратуру Ну или выругаемся Взлом кировчаниня Ну да Хорошо что на него Все таки реагирует Как-то власть А если б нет Вот скажите Можно Сергей Николаевич Сказать По опыту Да уже работает Центр общественного контроля За последние пять Уже с лишним лет В каком количестве случаев Вот этот порядок действий В управляющую свою Потом еще и еще Он дает возможность Решить проблему Когда уже Не доводить дело до президента В половине случаев Больше, меньше Ну я думаю Что процентов 30 Третьего точно Да Сами жители Могут решить свои Да Смотрите еще раз Когда в жилищной инспекции Рассуждаем Они говорят Ну вот как Окей Житель вместо того Чтобы обратиться В управляющую компанию Сэкономил свое время Обратился к нам Мы выходим Действительно нарушение есть Что мы делаем Мы выписываем предписание Мы наказываем Управляющая компания Понятно Что она не имеет права Из денег собственника Выплачивать эти штрафы Но они все равно Мы же люди взрослые Так или иначе Переложат эти расходы Откуда деньги-то возьмутся Конечно Поэтому это иногда Невыгодно даже Для самого дома Семинарами будете Продолжать работу Семинары однозначно Мы может быть Немножко в этом году Поменяем формат У нас Прошлый год Был такой По концу года Небольшой спад Люди На маленькие семинары Стали приходить Не такое большое количество Не очень даже понимаем Почему Потому что тематика Вроде сами заказывали Будем как-то объединять И приглашать спикеров Как приглашали Нам не отказывают Не представители Не жилищные инспекции Не энергосбыта То есть мы стараемся Всегда приглашать Тех специалистов Которые могут Дать конкретные Разъяснения Конкретные комментарии Вот например Следующее нововведение Которое мы все хотели И наконец-то Начали реализовывать В этом созыве Это выезды Заседания Ближайшее у нас Прошло В пятницу В энергосбыте Мы специально Вместе с управляющими Компаниями Встретились И с одной стороны Обсудили итоги Горячей линии По энергосбыту Мы методично Зная проблему Пытаемся понять Где конкретные точки Приложения Как максимально быстро Эту проблему решить И кроме ответа На конкретные вопросы Там еще и Управляющие компании Кто заинтересован был Очень практические вещи Для себя решили Прямо вот на этой встрече У нас всегда хочется С одной стороны Системные вещи решить С другой стороны Конкретных вещах Тоже помочь Вот у вас Давайте пару слов Скажем об эфире Который состоится У нас в четверг Послезавтра Да На минувшей неделе На минувшей Или уже неделю До этого Второго числа Второго числа Сбербанк Провел большую сессию Я собиралась на ней быть К сожалению Не могла Но вы Сергей Николаевич От и до Там были И модерировали И активно участвовали Почему хотелось там побывать Потому что Впервые видела Такую историю Когда Привезли Федеральных Экспертов И вы Вот сейчас Очень высоко Высказывались Оценивали Компетенции Этого эксперта Который приезжал И целый день Все заинтересованные Лица Все Все центры Комиссии И прочие учреждения И управляющие компании Говорили о проблемах ЖКХ Говорили о тарифах Говорили об оплатах И о прочем И о прочем И о прочем Было порядка Пятидесяти Управляющих компаний Которые тоже И законодательную базу Изучали И какие-то частные Вопросы Задавали И вы говорите Что Ну очень серьезное Такое было мероприятие И очень важно Понимать Что хорошо Квалифицированные Сотрудники Управляющих компаний Это обеспеченность Собственно говоря Нормального порядка И существования домов И те Которые приходят Вот на такие семинары Те Которые приходят На урбанистический форум Мы там видели Сами Несколько компаний Те Которые посещают Выездные совещания Те Которые приходят В эфиры Вот как-то Они Действительно Скорее всего Будут иметь Больше плюсов И больше гарантий Того Что они будут Производить Свою работу правильно О чем мы Вы говорили На этом совещании Организованном Сбербанком Тема какая была На самом деле Все что касалось ЖКХ Это И вопросы Начисления И вопросы Мусора Нашего любимого В том числе Были Проговорили И Общедомовые нужды Вот настолько Вот это все Методика расчета Представляете Вот мне Каждый раз Когда к нам Обращаются жители Говорят Ну вы нам Расскажите Желательно По простому Чтобы мы могли Этим пользоваться На пальцы И когда сидишь И смотришь Когда человек Каждый день Практикует Говорит Что А мы все-таки Еще не понимаем А вот здесь Вот как То Вот очень часто Управляшки говорят Да Что они сами Не до конца Разбираются А где-то Здесь подскажите Вот здесь Правильно Мы считаем А вот здесь Вот как И понимая Что когда человек Приходит И точно разобраться Вот эта вот История такая сложная Кстати можно Воспользуйтесь Открытым эфиром Мы очень важную вещь Проговорили По итогам Горячих линий С энергосбытом Жители жалуются Часто Что Не так Не часто А 30% Обращения Было связано С тем Что мы подаем Информацию О счетчиках Наших Индивидуальных А потом В платежке Видим другую Я бы хотел Обратить внимание Что в городе Есть дома На которых Решением Общего собрания Принято Назначен человек Который сходит Показания списывает Вот по электричеству И потом Эти показания Ложатся в методику Расчета Такое законное Основание есть Люди возможно В части домов Про это забыли И я хочу Просто напомнить Уточните У своей управления Компании Если по электроэнергии Показания Не такие Какие вы Передаете То приоритет Вот этого человека Которого вы выбрали Он выше По значимости Чем те Чем вы И ваши Чем те которые Передаете Вот То есть Вы передаете А если тот человек Передал другую информацию То его информация Будет Прелесть в том Что вот этот человек Обходит в один день За один день Он обходит Списывает все показания Счетчиков И поэтому Для баланса Это более Достоверная картина Это так-то здорово Что есть такие люди Да Ну давайте пару слов Уже в завершение О том что будет Послезавтра у нас Ну мы об этом сказали Как раз сейчас Что очень важно Как начисляются Эти платежи Методики расчета Где ошибки Управляющих компаний Что им подсказали Очень много Мы говорили Да Электричество Вода Мусор Вот все эти вопросы И как правильно Исчислять В том числе Мы вчера разбирали Да здесь в эфире Что будет повышение тарифов С руководителем Региональной группы По тарифам Кстати Может быть вы знаете Сергей Николаевич Вот этот платеж Который будет приходить Совместное Электричество И мусор Можно ли бы Одной платежке Будет заплатить Только за электричество Или только за мусор Или придется В любом случае Платить все сразу Если будут Отдельные Штрихходы То можно А если будут Раздельные штрихходы То можно А если один штрихход То нельзя Ясно? Спасибо Спасибо Ну давайте я озвучу Еще раз Вашего позволения Сергей Николаевич Адрес и телефон Центра общественного контроля Информация-то не засекречена Мы изразов С удовольствием Дериндяево 23 Дериндяево 23 Перекресток Соответственно Преображенской улицы Дериндяево И номер телефона И все горячие линии Центра проходит По этому номеру телефона 38 14 77 Спасибо